Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого. Играю против соперника под ником Дивайзор, не знаю, как правильно прочитать. У меня Марокко, у него Осирия. Не было там особо интересного выбора, практически все сильные нации были забанены. Ну, не практически, а конкретно все сильные нации забанены. У меня там что-то типа Марокко, Бразилия, знаете, вот такое, как-нибудь Португалия, я уже точно не помню. Ну, вот Марокко, потому что, скорее всего, опять же, через волю и караваны, которые дают культуру. И плюс еще одно золото, плюс три золота от караванов. А для игры через волю это довольно существенно. Да, и даже если не через волю, то будет тоже неплохой бонус. А у него Осирия, то есть у него вообще только на войну бонусы. Так что, ну, не понял, почему он вылетел. Ну что, пришлось заново начинать игру. И, как видите, уже похуже место мне досталось, потому что не мог мой соперник там зайти в игру в сейф начальный. Ну, блин, что поделать. Так, видимо, надо ставить вот на этот холм. Тут особо вариантов нету. Жрачка, к сожалению, вот на третьем радиусе. Ну, в прошлый старт, конечно, получше было место. Тем более, там и морские караваны можно было надеяться. Тут, правда, горы. И так как горы, то, возможно, мой соперник как раз справа. По-моему, поиграть на развитие выгоднее мне в данном случае. Ну, блин, еды нету вообще. Что делать? Ну, все равно я тут поставлю город, конечно. Может, начинать сразу, не знаю, с монумента, а потом уже скаута. Ай, блин, давайте с монумента. Ну, руин нету, то есть тут, собственно, надо быстрее просто... Ну, неплохие места, конечно. Желательно побыстрее найти города-государства. Да, он, я думаю, с этой стороны будет. Вот еда, правда. То есть, эту клеточку он присоединит. Можно будет подрасти немного. Кратер Берринджера. Так себе чудо, конечно. Ну, вряд ли он слева, правильно. Тут такая местность справа прям. Гуляй, не хочу. Да. Один ход. И что, он и присоединит он благовоние. Хреново. Ну, как, ни хреново, в принципе, он присоединит благовоние, а потом коровку. Мне можно будет купить, если я быстро найду. Видите, у моего соперника еда есть. Так. Давайте-ка. О, лошади, мне три лошади аж. Офигенно. Давайте будем обрабатывать лошадок. И откроем, откроем. Да, календарь надо открывать. О, а вот и ассириец. Ну, как я и говорил, справа. Может попробовать в традицию тут поиграть. Ну, вот видите. У меня уже во второй игре, по-моему, в этом турнире человек находит Эльдорадо. То есть, напоминаю по правилам, он должен 500 рублей от Эльдорадо потратить на город-государство. Я даже не знаю, воля-неволя. Попробуем, попробую традицию. Так, я очень хочу найти город-государство. Мне очень надо купить корову, иначе проблемы с ростом мне не дадут развиваться. Так, в принципе, место, вот, благодаря трем лошадям. О, вот. Отлично. Неплохое. А вот и еще одна ггшка. Отлично. Так. Но горы, видите, как тут подход сложный. Я не думаю, что тут имеет смысл играть в волю. Ну, что он там? О чем задумался? Ага. Вот, 30 монеток получил. И тут сейчас получу. Но покупаем быстренько. Кто мне объявил? Коломбо. Ну, вот он дал 500 монет городу-государству. Все. Нету у него этих денег. Ригу встретили. Тоже первым, да, встретил. Это хорошо. Так, дальше идем. Календарь. После календаря в охоту. Майнинг мне пока не нужен. Давайте-ка после рабочего еще одного скаута. Надо... О! Отлично. Вовремя, я бы даже сказал. Вон, где-то тут, видимо, мне еще второй надо будет город ставить, чтобы они рядышком были. Я, пожалуй, даже пойду без боязни, потому что моему сопернику надо каким-то образом вот тут просочить Саш, чтобы на того моего работ... То есть я в любом случае его замечу сначала. Так... Вот тут, по идее, должно быть какое-то место неплохое. Я думаю, что мой соперник тоже в традицию нет. В волю. Интересненько. Ну вот, видите, его скаут. Его скаут бежит. Вот Монако, правда, может мне помешать. Видите, две ГГшки стоят неплохо, чтобы мне с ними торговать. Не знаю, может, на серебро прямо будет. Ну, сейчас еще посмотрим. А, еще неизвестно, кстати, в волю он или нет. Я просто аж раньше построил... Как его? Стеллу Рэту раньше построил, чем мой соперник. Поэтому вполне может быть, что... Надо вообще не давать ему тут идти. Поэтому вполне может быть так. Раз, два, три. Вот тут, кстати, еще неплохо город поставить, где рабочий стоит. Смотрите, тут бизоны, вино. Лошади тоже. Почему нет? Так, кто-то тут подбегал. Поэтому пойдем... Вот тут кто-то пробегал. Ну, это, наверное, дуболом. Так, что у нас обрабатываются? Лошадки обрабатываются. Что мне... стоит следующим строить? Ну, давайте подзажмем его тут слегка. Давайте, наверное, уже Сеттлера, собственно. Что тут? Что тут? Будет сюда город, видимо, ставить. У вас нет? Да, он в волю пошел. Значит, надо... Давайте-ка луков откроем тогда. Луки, коляски неплохо пойдут, а потом в construction. Субтитры создавал DimaTorzok Побежит скаутом вниз, наверно. Ну и я могу сбегать, собственно. Надо лучников мне построить. Так, а у него еще один юнит какой-то есть. Так, вот у него скаут пошел вниз, видимо. Я тоже туда пойду. Вот в этой клетке мне надо встать, и он не пройдет. Я вот тут буду город ставить. Тут как-то Монако мешает. Так, после поселенца надо пару луков построить. Монако мешает. Монако мешает. Монако мешает. Я уверен, что он в волю пошел и будет... Да. Но он, видите, он еще не взял бесплатного поселенца. Я думаю, что я успею отсюда выбить луками его юниты. Тут как-бы удобно вот расставляешь и обстреливай. Да, вот сюда пойду ставить, ага. В общем, мне тут советуют... Ну, тут, знаете, тут какой-нибудь третий город я лучше потом посмотрю, потому что вот тут хорошее тоже место. Так, минус, минус два. Так, зря, конечно, все надо тут ферму построить. Это мне правильно компьютер рекомендует. Пойду-ка я сбегаю к Сирийцу. Он же не успеет, вот если он сюда раз, два, три. А я раз и на второй уже ставлю город. Так, что надо сбегать, глянуть, что там. Видите, я тут стою, потому что единственная возможность тогда пройти у Сирийца вот сюда. А это под выстрелы моего города. Так что, сами понимаете, он туда вряд ли захочет идти. Что, не уследил за моим скаутом? Что, не уследил за моим скаутом? Что, не уследил? Это фаст-кликер. Что, будет долбать моего скаута тут? Ну окей, я буду тут долбать его. Сколько у нас тут? Так, что у нас по армии? Ну а нет, ушел скаутом куда-то. Так. Так. Один вход до... Да, мне еще, кстати, тут очень неплохо было бы конюшню. Так, подождем один ход. А может, лучше сразу посело. Начинать. Ну далековато где-то Сирийц. Неужели он реально собирается... так. Три-три. Все равно шесть. Ну тогда давайте на золото поставим. Наверное, где-то вот здесь тогда он. Не знаю. так что он дуболомом туда пошел у риги спер рабочего я так понимаю да вот у него два скаута типа будут мне мешать сейчас ясненько меня это устраивает сейчас мы дуболома выкурим по идее у меня уже больше до армии чем у него окей все так ну пока производство здесь вот эльдорадо так как бы мне тут теперь скаута не потерять надо сюда возвращаться будет ну повел уже что мне сделать а вот посел будет тут прям ставить или ко мне все-таки поведет ну тут то мы продавили как раз коляски вот тут коляски хорошо бегать будут 10 счастье блин так тут у нас прибавилось вот тут еще олени класс овцы отличное место это хорошо я поставил город ой случайно кликнул. Так, майнинг у меня еще не открыт. Пошли обрабатывать вино. Так, видите, соперника мы оттеснили отсюда. Это хорошо. Так, пока тут постоим. Колесо и Зензибара. Я чем-то вдохновил Зензибар. Такой я молодец. Правда, до этого у него рабочего спер. Ну, я думаю, простит. Так, давайте-ка колясочек. Да, надо амбар, караван. А потом уже коляски. Не дает мне к своей столице подойти. Ну, давайте. Не дает мне она. так мы поведу сюда заодно посмотрю что там за место такое интересное так производство производство немножко еды амбар 3 хода конечно может просочиться что давайте сюда встану так вот тут он уже не просочится такая широкая пангея получилось блин на берегу посмотрим сейчас что там на берегу почему бы на берегу и не поставить город конечно тут мало видите место по ходу мне 4 надо будет а вот тут поставить здесь опасно или тремя играть многие почему-то думают что 2gis это просто какая-то карта которая работает оффлайн нет там множество фильтров вот например это полезный помощник для тех кто присматривает новую квартиру вы не только можете посмотреть новостройки на карте но и поставить нужные фильтры сроки строительства стоимость квадратного метра варианты планировок материал дома и многие другие параметры и все это опять же оффлайн так что заходите на 2gis.ru скачивайте программу под вашу платформу и пробуйте 2gis если быть точным ну соперника уже три города видите и он как-то не не в мою сторону их собственно ставит так что может не волноваться особо пускай производство быстрее амбар построится ну тут не очень место конечно давайте я сбегаю скаутом гляну вообще что там блин очень хочется тут город поставить надо только придумать как лучше это вообще вот тут мне кажется вот тут очень неплохо будет ну бизонов вряд ли мне типа дадут обрабатывать блин даже не знаю ставить не ставить а а а а а и Давайте подожду пока немножко. Исследую тут скаутом, а это надо было вообще давно сделать. Здесь вот город где-то тоже... Вот тут мне предлагают плохо, потому что он атакуется очень славно. А вот где-то здесь, на подходе к столице, что у нас там? Ну, еще в классическую эру мой соперник не вышел. Мне надо ставить тут город. Уже тринадцать счастье. Ну, у меня со счастьем, видите, раз, два, три. Три, и еще серебро может быть четыре. Нормально. На четыре города четыре счастья. Так, отойду-ка я за речку. Надо все-таки сюда город поставить. Ладно, ставлю тут этот город. И Сеттлера после каравана. Надо только хорошенько подумать, сюда или сюда. Мне кажется, сюда все-таки лучше. Так, что у нас с армией? О, у него еще меньше ее стало. Куда он ее дел? Да, ну я правильно сделал, что там город поставил. Тут ничего. Ага. Привел все-таки сюда. Ну, мне не помешает это тут город поставить. Знаете что, давайте, может, я тогда коляски начну просто фигачить и попробую этот город захватить. Армии у него особо нету. Так что после Сеттлера колясочки пойдут. Так, тут у нас уже можно коляски строить, собственно, в Рабате. Ну, он, видимо, тут будет ставить город. Меня это устраивает, например. Да. Как раз серебро хочет город Рабат. Так, что у него с золотом? Золота у него нету. Что, конечно, меня радует. Армии у него попросить золота тоже нету, и он как-то ее не строит. Так. Давайте подумаем после констракшен. Ну да, бронзворкинг, врайтинг, потом можно и сейлинг, потому что караваны нужны. Дальше математику. Инженерное дело, пожалуй. Пускай обстреливает. Так, три хода. Производство, производство, производство. А если сюда, четыре. А так, три. Так, четыре. Фес растет. Так, тут ничего интересного. Караван. Караванчик в Маракеш побежал. Ну, у него уже четыре города, как я понимаю, да? Ну, скоро у меня будет четыре города. И я начну чисто армию фигачить. Ладно, видимо, надо отступить. Причем вот сюда. Так, а что у меня хотят ГГшки? Этот хочет религию. Это хочет Стоунхендж. Вот, Монако хочет серебро. С Монакой я, кстати, могу подружиться. Кстати, по-моему, никто из нас даже пантеон не взял. О! А мне бы пантеон, наверное, либо на плантации, либо на пастбище очень было бы неплохо. Скорее даже на пастбище. Ну, вот тут поставлю сейчас скаута. Пантеон будет держать это место. Пантеон. 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 П илиюня. Вот он жеward? Четыре города. Парк. Вот так сделаем. И тут четыре жителя у нас. Неплохо, неплохо. Так, производство неплохо. Два хода, два хода. Надо бы мне, конечно, еще рабочих. Но, в принципе... А, ну вообще восемь у меня лошадей. А, вот еще десять, десять лошадей у меня. Что у него с армией? Он... То есть, я не понимаю, зачем тут ставить город, если ты не хочешь нападать на соперника? Где твоя армия? Этот город я сейчас заберу. Ну, не сейчас, но... Заберу я его. И вот тут должна быть вся армия еще строится. И напрягать меня, традиционника. Вместо этого вот какая-то такая... Так, construction. Я вошел в классическую эру. Фес вырос до трех. Не дает мне там пройти, да? Ладно, пока так постоим. Слушайте, надо мне все-таки святилище и взять пантеон на... На пастбище, потому что как-то медленно у меня закрывается... Традиция. Мне это не очень по нраву. Так, вот и колясочки. Словно лебеди-саночки. Здесь построили. Да, надо дороги, конечно, проложить. Тут я с рекомендацией компьютера согласен. Раз-два-три. Раз-два-три. Раз-два-три-четыре. И сюда дорогу. Ну что, по населению я впереди. Армию я строю. Не знаю, на что он там надеется. Ну вот и он вошел в классическую эру. Ну да, тоже вметка луков. Уф! Пирамиды. Ну, чудо вольвика. Вместо того, чтобы армию строить, он строит пирамиды. Я этому только рад, как вы понимаете. Чувака, не хочешь моего скаута поатаковать немного? Я смотрю, это армии у тебя нету. Так, Монако, серебро и... О, моего соперника культуры больше, потому что он уже да, Эльдорадо обрабатывает. Сюда лучше подойдём. Сюда лучше подойдём. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну? Субтитры сделал DimaTorzok Убегай! О, Рига вдохновлена моими успехами. Так, пообещаю, какую-то я всем засчитывал. Так. Ага. Ага. Так. Ага. 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 Ну, походу я этот город уже могу попытаться взять Зато пирамиды построил Отличный стратегический баланс У столицы железа нету Ну, хоть тут есть Ну, давайте посмотрим Ну, этот город берется, конечно Вообще, конечно, много вопросов к действиям соперника Кого обстреливать будешь? Все, минус у меня, по счастью, пошел Эх Так, что-то у меня ход заканчивается А я еще нифига не походил Как всегда Так, культура от пастбищ Отлично Сразу веселей Пастбища, все правильно Пастбища, пастбища, пастбища Так, коляски, я думаю, хватит строить Так, культура от пастбища Культура от пастбища Культура от пастбища Субтитры от пастбища Продолжение следует... Где его армия? Что он там себе думает? 13 тысяч. Это не мне надо нападать, это ему надо нападать. Я, блин, через традицию играю. Я чем дольше развиваюсь, тем, ну... Тем я молодец. Так, караванчик мне надо построить. Из Феса в Марракеш, например, посылать. Так, что он тут? Или в Фесе построить и на золото в Занзибар. А? По морю. Я сейчас займусь строительством чудес и все. Моя город этот не нужен, чудо это не нужно. Встал в защиту. Блин, а ведь мог убить моего сейчас этого. Чуть я не проспал. Так, тут что еще не обработано? Жаль. Вот, тут куда-то... О, плюс по золоту, потому что я дороги построил. Ну, армии нет, я вообще могу тут скаутом бегать. А, вот у столицы железо, блин. Наврал я, что стратегический баланс не работает. Работает все-таки. Так, пошли серебро быстрее обрабатывать. У меня тут кто-то даже хотел серебро, по-моему, да. Ну и счастье, тем более. Вообще, можно было бы и великую библиотеку построить вместо обычной библиотеки. Давайте-ка, Стоунхендж. Я... Развитие, как бы, мне нету смысла тут пытаться его продавить. Я ему город уже снес. Я бы вообще на его месте уже сдавался, честно говоря. Чтобы не тянуть. Четыре веры от чудес. Замечательно. Так, лечись. Лечись. Ну, лучников, наверное, по городам расставлю. Ну, а смысл их уже, когда метколуки во дворе. Все говорит само за себя. Что тут колясочка уже, да? Ладно. Тоже настроил. Да-да-да. Ну, ладно. Всё. Так, вот он если побежит за мной. Я вообще могу тут, в принципе, и так его обстреливать. Ой, метка луки уже. Ладно, тогда просто будем сейчас контролировать выход на это плато, а он там чем хочет пускай занимается. Давайте тут великую библиотеку построим. Математика. Сейчас тут чудеса просто строить. Так, мне вообще рабочие нужны еще. Так, здесь сады. Потом стену построим. Надо открыть деньги. А с библиотеки взять гильдии Мачу-Пикчу. Так, караваны, кстати, нужны. Убегает. Так, серебро. Обработаем. В Касабланке после амбара естественно в библиотечку. В Фессе рабочая. А потом, или не знаю, или не надо мне караван. Лучше в Марракеш караван отправлять. Другой страны в Марракеше я уже построю скоро. Висячие сады. Не, ну, в каком месте, как он вообще может сейчас победить вообще в принципе? Вопрос всего лишь развития. Блин, ну почему я не вижу все юниты, а? Печаль. О, генерал. Еще и Колумба этого хотел. Оказывается, все. Закрыта традиция. Что у него с волей, кстати? Ну, скоро закроют. Угу. Дождался, когда я тут. Ну, вот у него тут столица, видите. Ладно, сматываемся отсюда. В этом случае попробуем. Конечно, он так меня зажал. Но сбежать можно попробовать. Ладно. 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 Убили. Убили гады. Ладно. 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 и у нас тут юниты так возьму с гильдий а мне еще блин как-то у меня быстрее библиотека строится чем давайте-ка просто деньги будем пока открывать фигасе он уже религию принял пагоды 100 золота как-то у него быстро взял пантеон на плюс 4 странно и рига союзником стала надолго ненадолго к сожалению на что я и сделал а а стоун хэншина хотела окей блин 7 ходов ну должно быть ровненько неужели он армию поднастроил ну видите уже почти одинаково по размерам так производства тут все на производство у меня немножко золотишко и пойдем метко луков строить кто-то на рассказал бы что лучше было храм артемиды построить я пожалуй соглашусь с этим человеком а а а и 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 Мензибар хотел, чтобы я это добавил, и Монако хотел. Что Монако? О, храм Артемиды, блин. Давайте, может, храм Артемиды тогда построим для начала. Так, теперь дорогу надо. Хотя давайте сначала, тут пастбище все-таки культуру будет давать. Так, этим пока не будем ходить. Так, ну у меня везде акведуки, монументы. У меня все сильнее. Так, шесть ходов, ага, четыре. Ну, потому что выросло, значит, нормально. Тогда нормально. Так, что по армии? Так, у него уже больше. А он город четвертый поставил где-нибудь? Нет, он будет играть тремя городами? Это он очень зря. Ну да, город потерял, но надо же это как-то компенсировать. Так, вот почему я не вижу юнитов, а? Постоянно. Так, как мне лучше сделать? Так, пожалуй. Тут хорошо можно держать оборону. Не знаю, зачем он там продолжает. Ну, вообще может, почему ему и не продолжать колупать моего скаута, если он это может сделать. Давайте, наверное, отступим. Не успел убить. Ну, не страшно. О, Звезибар как раз хочет торговый путь к нему. Давайте, наверное, в Рабате построим, потому что тут долго будет, а вот в Рабате пять ходов. Девять, значит, угу. Так. Четыре-четыре производства. А если мы... Вот так? Да, лучше так. Марракеш растет. Нет, лучше пастбище. Это он должен меня атаковать, а не я его. Вот я буду держать это плато. Пускай он там, не знаю, что-то делает. Все, отлично. Деньги открыты. Сейчас я библой возьму гильдии. Мачу-пикчу, значит. Инженерное дело, это стена. Потом откроем... Конюшни. У меня тут пастбище очень много. Да я и так по всему сейчас первый. Ну, блин. Пятьдесят двадцать шесть. Сорок четыре двадцать пять. Я не знаю, на что он надеется. Так, Зензибар, торговый путь. Монако, храм Артемиды хочет. Так, храм Артемиды мой, так как я хост. Торговцы... Ага, джуэлери. А джуэлери явно у Коломбо, да? Да, да. А у Зензибара... Во, у Зензибара, отлично. Сейчас Зензибар... Ну, не сейчас, а когда я дострою этот караван, станет моим союзником. Генерал действует, отлично. Убил. Как-то он странно подставил. О, ещё раз Золотой век пошёл. Касабланка хочет джемчуг. Да я б тоже от джемчуга не отказался, конечно. Так, что тут библиотека построена? Дорогу ведёт. О, будет меня прям тут продавливать. По-моему, вот тут было бы лучше продавливать. Бер, тут город поставить. Ну... Кто я такой? Так, давайте дорогу. Фес растёт. Ну... Тут у неё, конечно, и так себе территория. Лучше б Касабланка росла. О! 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 Что началось? О! 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 Ай, не знаю, на что он надеется, на что вы надеетесь, что может рабочего этого захватить, кто-то у него меткалук выполз. Просто отдает юниты. О, ну вот это правильно, то, что он тут поставит город, это правильно, и тут хоть хороший город будет, тут и пшеничка есть, всеми обстрелял моего дуболома. Добавил субтитры. Эх, жалко, хотел захватить. Хотя, может, получится, сейчас я... Нет, видите, закрыл. Жаль, но вот тут ему надо ставить город. В любом случае, я бы так поступил. Так, сейчас надо будет отступать усиленно. Так, а там что, рабочий? Блин. Блин. Только я подумал его оприходовать. Так, что мы исследуем следующее. Арбалеты. Так, осталось Занизибар своим торговым путем. И что ж мне принять? Ну, наверное, честь пойду. Честь моя, моя лишь честь. Блин. Продолжение следует... Он очень много юнитов теряет Ну, я как бы закончил свое развитие Я сейчас буду просто клепать метколуков Вообще, надо было отсюда вот так дорогу вести А не, блин, из Касабланка Надо юниты подводить как-то Так, в Рабате тоже... Нет, вообще надо еще, конечно, конюшни бы Особенно в Марракеше Давайте хотя бы после двух метколуков Субтитры сделал DimaTorzok Я не знаю, я вообще хоть... Ай, убегаем... Хоть один юнит потерял Ай, убегаем... Ай, убегаем... Ну, а потом арбалеты Как он будет против арбалетов? У него науки нет вообще... Так, в Зензибар Из Марракеша лучше всего Ну все, у меня прям давит тут, понимаете? Прям продавливает как не в себя Дорогу я дебильно веду, естественно Очень неправильно Ай, убегаем... Может удалить этих лучников Я их все равно апать не буду, а деньги за задержание идут Побежал Караванчик в Зензибар Так, Рига Так, давайте-ка мы будем спасать Эх... Наверное, думает прям давит меня Прям совсем не печаль Он очень много потерял тут юнитов Когда пытался пролезть Ну, давайте вот просто глянем У меня даже армия до сих пор больше, чем у него Сейчас мы тут дороги разграбим У него золото еще... Да у нее и так минус 25 Дальше... 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 Походу, это вот практически вся его армия Так, он может юниты убивать Мне главное... Дорогу ему грабануть Вот, отлично Так... Дорога... Ну, то, что я тут до сих пор дорогу не построил Это... Конечно, очень плохо Это я очень неправ Я вот тут буду стоять и все Ну, даже смогу сейчас апнуть Один юнит И четыре хода до арбалетов Может даже и не строить больше Давайте Золотишком разживемся Тут уже строится, ладно И тут строится Ну, пока постоим Тут подождем Копейщика, понимаешь Копейщика, понимаешь Обстреливает Ну-ка Что за дела? Все равно у меня больше армия Все равно у меня больше армия Традиция Традиция обыгрывает волю Если соперник не очень агрессивно играет Так, мне бы вообще... Караванчик В Марракеш еще У моего соперника науки нет вообще Минус 39 И при этом он все никак не может армию настроить Представляете? Ну, что, все равно не хватает убить, да? О, тут у меня сейчас производство У меня тут Лошадей Эх Круто За один ход композиты строятся Но я построю рынок Я хочу дождаться уже арбалетов И в Марракеши чисто арбалеты строить Я хочу дождаться уже участка Я хочу дождаться уже на Promben Круто Так, после открытия арбалетов, что откроем? Наверное, мастерские. Потом можно философию, гражданскую службу и так далее. Так, города-государства ничего не хотят пока. Продолжение следует... 76, 32, 63... Надо его спросить, он не хочет что-то сдаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, тут, понимаете, тут вообще как-то... Тут нет ни в одном месте возможности его победить. Ну, вот, видите, я человека уговорил сдаться наконец-то. Спасибо, что досорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досорели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.